14 лет проведет за решеткой 51-летний карагандинец, который убил свою жену на глазах детей. Сегодня суд огласил приговор по громкому делу. Кроме наказания, мужчина должен выплатить компенсацию сестре убитой женщины. Сам он не согласен с решением суда и намерен подавать на апелляцию. Трагедия разыгралась в апреле этого года. Супруги были в разводе, но жили вместе. Мужчина уже месяц не работал и пил. В тот день их с супруги ссорились настолько сильно, что дети вызвали полицию. Но патруль принял заявление и уехал, оставив семью с дебоширом. После этого мужчина схватил нож и трижды ударил жену. Гульмира Таймасова умерла в скорой помощи. Назначить Таймасову наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Срок отбывания исчислять с момента задержания. В пользу потерпевшей у Мерзаковой вызыскать моральный вред 20 миллионов тенге. На суде мужчина признал вину и раскаялся. Его адвокат просил более мягкого наказания, но судья назначил почти максимальный срок по статье – 14 лет из 15 возможных. Судья дала наказание почти верхнего предела, то есть 14 лет. Это вполне было справедливо, по нашему мнению. Плюс нам удовлетворили гражданский иск. Защита. Они просили признать в качестве смягчающих обстоятельств то, что у подсудимого есть несовершеннолетние дети. Наличие несовершеннолетних детей не может быть смягчающим обстоятельством, если уголовное правонарушение было совершено против одного из родителей, что, собственно, подходит конкретно по данной ситуации. Детей подсудимого сына и дочь 15 и 17 лет теперь будет воспитывать 81-летняя бабушка по линии матери.